На данный момент в Сочи обработаны сотни гектаров земли. И речь не только о крупных сельхозугодиях, но и о частных подворьях, которые, как было отмечено, особенно активно включились в борьбу, так как они заинтересованы в сохранении и урожая, и зелени в целом. На территории Большого Сочи действует 113 рабочих групп по уничтожению клопа. Борются с ним и сами сочинцы. Препарат подготовлен в достаточном количестве. Ведется очень тщательный мониторинг наличия клопа. К счастью, что его немного. Единичный случай завоза сопредельных территорий. Поэтому все, что обнаружено, уничтожается. Массовых скоплений вредителя в Сочи нет. Это отметили и ученые, и в руководстве Минсельхоза России. Мы удовлетворены тем, как организованы работы по профилактике на территории Краснодарского, как города Сочи. Мы мониторим практически каждый населенный пункт. Есть четкое понимание, что делать с вредителем, как делать. Параллельно с уничтожением вредителя идет обследование возможных мест его обитания. Сочинцам раздают методические информационные материалы. Работы у нас достаточно. Есть дорожная карта, есть научное обеспечение этой целой программы. И мы уверенно можем победить этого клопа. Сегодня я проводил совещание, где всем четко сказал, вот организации, выбирайте, заключайте с ними договорные отношения и работайте. План работы есть и в Сочи, и в каждом муниципалитете Краснодарского края. Российские специалисты помогают и в соседней Абхазии. Там собрано и уничтожено более пяти тонн вредителей. Предотвращен ущерб на сумму 6 миллиардов рублей. Подобные выездные комиссии с участием представителей федерального центра будут проводиться регулярно, вплоть до полного уничтожения вредоносного насекомого в регионе. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.